В школу, где учился герой России Олег Шипицын, пришли его друзья, близкие руководители города и края. Пришли, чтобы почтить память старшего матроса, который в марте 22-го оказался в окружении, отстреливался до последнего патрона, после подпустил врагов ближе и взорвал себя вместе с ними. Олег Александрович погиб. Погиб геройски. Мы все должны и будем обязательно всегда помнить о его поведении. Глава края уже давно поддерживает общение с мамой. Герои интересуются, какая ей требуется помощь. А на открытие мемориальной доски пришла учительница Олега Шипицына, которая помнит его скромным кореглазым мальчиком и сейчас им гордится. Он выбрал для себя эту опасную и нужную и достойную профессию – защищать Родину. И вот такой момент наступил, такой момент наступил, именно вот час испытания, который он выдержал с честью. В Рубцовске имя героя увековечили не только памятные доской. Теперь Олег Шипицын смотрит своими карими глазами на соотечественников с фасада дома, где когда-то жил вместе с супругой. Авторы «Мурала» – барнаульские художники Виталий Гутыра и Николай Замятин. Многие люди прямо останавливались, ждали, когда я с вышки спущусь и жали руки. Кто-то действительно знаком был с Олегом. Подходили друзья, видавшие его, с работы с его подходили, много чего интересного рассказывали. Рассказывать об участниках СВО, героях городов и районов нужно и в школах, уверен губернатор. Тем более сейчас есть специальный урок – разговоры о важном. Есть там компоненты региональные. Я думаю, что такие истории, судьбы и героизм людей, как Олег Шипицын, они обязательно должны будут попасть. Я такое поручение дам, мы постараемся это туда включить. В Рубцовске губернатор пообщался и с настоящей патриоткой города, которая в свое время по просьбе отца, почетного гражданина, осталась жить и развивать Рубцовска. Теперь она крупный городской предприниматель. Я очень люблю свой город. Я действительно искренне люблю, и я хочу, чтобы он процветал, чтобы у нас в городе было хорошо, чтобы мы здесь очень комфортно. Губернатор пообещал поддержку и жителям, и предпринимателям Рубцовска. И поделился, что скоро в городе появится газ, чтобы инвесторы смогли осваивать здесь новые площадки. Газ в Рубцовске будет. Мы с «Газпромом» сейчас работаем. Значит, газ пойдет, конечно, от Ребрихи. И не только в Рубцовск пойдет газ и другие тут населенные пункты. Губернатор также пообещал предпринимательнице, что скоро вернется в Рубцовск и займется актуальными городскими проблемами. И в первую очередь дорогами. Татьяна Голубева, День Столка.